Привет, это Селсмания. Узнаешь что-то новое, подпишись, расшарь и лайкни. Не жлобся на подписки. И не держи информацию в себе, как делаю я. Я со всеми делюсь. Теперь, дорогие друзья, давайте посмотрим, как на самом деле можно сделать АБЦ-анализ. Вот перед вами таблица, которая содержит из настоящих реальных продаж данные дистрибутора Болгарии. У нас замеряемых данных, как вы видите, 26 параметров. Это и номер объекта, и год, и номера фактуры, и номинование продукта, и все-все-все. Все то, что необходимо для построения той либо иной аналитики. Для начала мы построим сводную таблицу. Для этого в любом месте мы ставим курсор и выделяем ячейку. Идем на лист, вставка и сводная таблица. Вот он нам предлагает выбрать диапазон и таблицу для построения данных. Нажимаю кнопку ОК. У нас открывается заготовка под сводной таблицы. И давайте нас интересует полностью весь ассортимент, который продавался за все эти года. Что мы делаем? Мы берем в правую табличку год. У нас отмелкнулся 16-17 год. И в строке мы будем смотреть номинование продукта. Вот номинование продукта. А в поля значений мы поставим штуки. Сколько было продано штук. Вот мы отметили, сколько было продано штук. Сортируем их по убыванию. Таким образом, наверху у нас получился самый продаваемый продукт. Больше всего. И чтобы нам иметь просто одни данные в одной колонке, мы года убираем. Таким образом, мы получили продажи за все эти года по каждому СКЮ. Как вы видите, у нас здесь 194 СКЮ. Дальше что мы делаем? Мы выбираем эти данные. Копируем. И идем на таблицу, которая заготовлена для АБЦ-анализа. Вставляем вот сюда номинования и как числовые значения. Здесь вы видите, что вся наша продукция размещена. Условное форматирование мы можем здесь продлить до конца нашего ассортимента. Удаляем правила из выделенных ячеек. И переформировываем под необходимые нам условия. Самый зеленый ярко будет продаваемый продукт. И далее по нисходящий до красного. Теперь нам необходимо выделить по правилу Парета 20% ассортимента, который является самый продаваемый. Они будут генерировать 80% продаж. Промежуточный 30-15% продаж. И далее 50% ассортимента, что будет давать нам 5% продаж. Делаем следующим образом. Вот здесь у нас сумма всех значений. Если мы сейчас проверим... Сейчас я разрядность сделаю несколько другую, чтобы было удобно. Вот так. Чтобы тысячи было отделять. И проверяем, сумма это бьет или не бьет. Весь ассортимент входит в данную сумму. Отлично. Первая ячейка B3 равняется первому наименованию, самому максимальному оборотистому нашей ассортиментной матрицы. Вот эта ячейка C4, она должна себе содержать сумму ячейки C3 плюс ячейка B4. Эта ячейка по тому же принципу. Поэтому мы можем, став на ячейку C4, вывести крестик на правый нижний уголок и двойным кликом распространить эту формулу до конца массива. Вы видите, все распространилось до конца массива. Замечательно. Здесь мы должны поделить на долю в общих продажах. Это тоже на долю в общих продажах. Для этого мы ставим... C4 у нас будет текущая ячейка и дальше по нисходящей. А ячейку B1 мы должны букву B обрамить с двух сторон долларом, что означает, что эта ячейка будет заморожена за этим данным. И двойным кликом распространим. А вот в эту ячейку мы должны... Вот здесь, помните, было написано A. Здесь мы должны будем написать A до 80%. Вот это вот все будет категория A. Они будут генерировать 80%. Дальше до 95%. Это будет категория B. И остаток 5% это подбрюшье. Тот ассортимент, который наименее пользуется спросом и наименее когда-либо продавался. Но для того, чтобы нам не высчитывать каждую строку, мы должны вбить сюда условия. Есть замечательная функция если мн в Excel. Это означает, если в данной ячейке будет мн много различных условий. Поэтому эта функция прописывается следующим образом. Равно пишем если... 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 И видите, если мн есть двойным кликом. Оп, нажали. Дальше прописываем. Скобка открыта. Берем за основу ячейку D3. Если вот эта ячейка D3 меньше чем 80%. Меньше чем 80%. Точка запятой. И добавляем, что это будет. Тогда это будет категория А. Пишем в кавычках текст. То есть в кавычках текст отображается. То есть если эта ячейка D3 выполняет условия меньше 80%. То это будет D3. Пишем второе условие. Если же D3 меньше или равно 95%. D3 меньше или равна 95%. То пишем другое условие. Кавычка. И это будет категория B. Закрываем кавычку и ставим точку запятой. И прописываем третье условие. Если же D3, эта же ячейка больше 95%. То тогда нужно обозначить ее как категорию C. Категория C. И закрываем скобку. И нажимаем ввод. Для тренировки предлагаю вам написать еще раз вручную здесь эту функцию. Чтобы ее вам не вспоминать. Встанем на первую ячейку. Здесь, как видите, функция прописана. Мы ее скопируем как картинку. Ставим ниже рядышком. И глядя на нее, еще раз я вам помогу прописать. Смотрите. Эта ячейка будет равна. Привлекаем функцию если мн. Начинаем писать если. Нам подсказка выдает все функции, которые имеют начало если. И мы как видим, вот эта функция. Мы ее двойным кликом вызываем. Делаем ее начало активное в этой ячейке. И дальше начинаем прописывать. Что вот здесь написано? Ячейка D3. Но мы сейчас берем не ячейку уже не D3, а D4. Следующую. Вот эта ячейка. Меньше 80%. То должно выполняться условие. Она должна приобретать вид литеры А. Буквы А. С точку запятой. Пишем что она должна иметь. Она должна иметь букву А. Букву А мы будем вписывать в кавычках. Точка запятой. Это первое условие. Записали. Теперь если ячейка D4 будет меньше или равна 95%, то будет буква B. Меньше или равна 95%, то будет буква B. Точка запятой. И последнее условие. Если D4 будет больше 95%, то литерат С. И закроем скобку. Как видим, функция у нас прописалась, но уже для строки D4. Ряд 4. Перейдя в правый нижний угол, из толстого креста курсор превращается в тонненький крестик. И мы двойным кликом распространяем эту функцию до конца списка. Проверяем. Вот видите, у нас уже значения поменялись на то, что нам необходимо. Вот. Можно так иду. Все, как вы видите, мы сделали ABC-анализ нашего ассортимента за тот промежуток временной времени, который нам необходим. И разбили их на вот эти вот необходимые нам условия по ABC-рейтингу. Также можно здесь делать и компании, и категории товара, и отгрузки со склада. Пожалуйста, пользуйтесь. Продолжение следует...